Время, как бурная река, несётся, стирая из памяти события и лица. Но только не память о тех, кто большой ценой отвоевал для нас чистое небо и право на мирную жизнь. А чтобы сохранить это наследие и передать потомкам, в Бресте прошёл конкурс детских рисунков, посвящённый 78-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Его инициатором выступило Белорусское общественное объединение ветеранов. Мы проводим его в Бресте уже третий год подряд. И ощутили, что с каждым годом рисунков становится всё больше. Интерес детей к истории наших дедов, прадедов, он возрастает. Мы проводили конкурс в трёх номинациях, в возрастных номинациях. А темы для всех были примерно одинаковые. Они все посвящены разным этапам войны. И не только этапам, а они посвящены той истории, которой мы благодарны за то, что сегодня мирное небо над головой. Всего на конкурс поступило порядка двух тысяч разнообразных и глубоких по содержанию работ из Брестского региона. Они сражались за родину. Дорогие мои ветераны. Праздник победы глазами детей. Моя семья и Великая победа. Дети рисуют героев Великой Отечественной войны. Каждая из тем талантлива и трогательна была воплощена через творчество юных художников. Мне хотелось передать всю радость, которая присутствует на картине «Возвращение отца мужа домой, к семье». Эта картина называется «Вертанье». Тут женщина, старая вдова, она смотрит, как гуляют люди. Она вспоминает молодость, как она гуляла с своим мужем, который погиб на войне. Тема Великой Отечественной войны у нас сегодня очень актуальна, потому что в мире происходит, мы знаем что. Дети с удовольствием рисуют. Арина нарисовала ветеранов, бабушку и дедушку. Такие конкурсы должны проводить, и они очень важны для детей, для взрослых. Мы должны это помнить, уважать. На подведение итогов конкурса наградили победителей, которые были определены в трех возрастных категориях. Жюри пришлось нелегко, ведь все поступившие работы были высокого уровня и выполнены с душой. После тщательного отбора лишь 63 самых пронзительных и талантливых рисунка вошли в финал. Я воспринимаю вообще все эти рисунки детские как своего рода оберег. Оберег, который препятствует возникновению вот тех страшных событий, которые были. Это своего рода залог мира и согласия нашей страны. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.